Я никогда не видела, как отбираю детей в гимнастику. Давай до пальчиков достанешь? И выпрямляю. Вот, молодец. Вот здесь больно или вот здесь? Больно. Вот здесь. Больно. На самом деле, больше всего я хочу быть актрисой. Всем привет, это канал Таня Простанцы. Сегодня у нас интересный выпуск, потому что мы поможем вам определиться, если у вас есть подрастающие дети, дошкольники, мы поможем вам определиться, куда же отдать ребенка в балет или художественную гимнастику. И сделать это нам помогут опытные педагоги, тренера. Здравствуйте, меня зовут Дереховская Анастасия, я кандидат педагогических наук, артист балета, педагог-балетмейстер, а также основатель Центра профессиональной хореографической подготовки «Да. Балет». И художественную гимнастику у нас представляют? Здравствуйте, меня зовут Сатурян Инна, я мастер спорта России по художественной гимнастике, основатель школы художественной гимнастики «Инсплит». Очень приятно мне в таком окружении находиться, профессионалов. И у нас еще будет очаровательная сегодня помощница Соня, на которой мы, в принципе, будем показывать, как же происходит отбор и как понять. Дома, может быть, самостоятельно, сами родители могут изначально уже протестировать ребенка. Ну, давайте первый, наверное, вопрос немножко поговорим, и потом приступим к действиям. Для художественной гимнастики, для балета возраст 6-7 лет – это подходяще или уже как бы поздновато? Надо раньше это все проверять дома, чтобы готовить ребенка. Да, конечно, на данный момент и с каждым годом спорт и искусство молодеют, поэтому с 3,5-4 лет уже желательно отдавать ребенка в хореографию, чтобы он начал спокойнее адаптироваться, начинать развивать свои физические данные, внимание, и тогда будет в более спокойном, комфортном темпе приходить к своей цели. Ну, а художественная гимнастика? Все то же самое, на самом деле, чем раньше приводят ребенка, тем быстрее происходит адаптация. В 6-7 лет у нас берут, и берут даже профессионально, у нас нынешняя олимпийская чемпионка, она пришла как раз-таки в художественную гимнастику в 7 лет, что достаточно поздно считается, но однако как бы достигла таких результатов, и я думаю, что это самый оптимальный возраст, наверное. Хорошо, ну и тоже немножко, наверное, информации для родителей сейчас, начнем с гимнастикой, как это у вас какой-то отбор в мае, как это происходит у вас, то есть вот, допустим, есть ребенок, мама хочет привезти, посмотреть, какой период это обычно, где смотреть информацию. Что касается спортивных школ, у них чаще всего это происходит в сентябре набор, у нас основной набор это сентябрь, и до набора происходит в январе, то есть это уже второй наплыв. А что касается как бы спортивных школ, которые занимаются непрофессиональной художественной гимнастикой, хотя даже сейчас спортивные клубы, они выходят и на московскую область, и выходят на чемпионат России и так далее, то есть сейчас даже не важно, где ты занимаешься, важно как бы твое желание и твой результат. Вот там, возможно, и в октябре прийти, и в ноябре, вот самый такой набор происходит в сентябре, конечно. Ну и еще последний вопрос, нужно приводить подготовленного ребенка, растянутого уже, чтобы все мог? Нет, нужно просто привезти ребенка, мы его посмотрим и скажем, какие у него есть перспективы, но все зависит от желания на самом деле, какие данные у ребенка бы не были, желание это самое главное. Ну и балет мне, конечно, более знакомый, но все-таки еще раз расскажем, когда лучше. Если мы говорим о хореографических учебных заведениях, то, конечно, поступление там идет в мае, то есть апрель-май, это вот весна, и начинается обучение с сентября, но если мы говорим о центрах хореографии или каких-то балетных школах, то, в принципе, в течение всего года, но лучше всего до Нового года, с сентября до Нового года, прийти, и тогда будет намного легче ребенку влиться в программу, потому что к концу года приходить на обучение тяжеловато. Ну хорошо, ну и предлагаю приступить к самому, наверное, для подписчиков интересному, что же сделать с ребенком дома, чтобы посмотреть, чтобы решить, куда его отдать. Начнем по очереди, давайте начнем с гимнастики, да, потому что мне тоже интересно, я никогда не видела, как отдурают детей в гимнастику. Друзья, скоро весна, и начнутся вступительные экзамены в хореографические заведения по всей стране. И мы хотим с Анастасией напомнить, что мы подготовили очень полезный курс «5 шагов к поступлению». Это курс, который включает в себя 5 этапов поступления, 5 основных моментов, это на что обратить внимание, какое выбрать учебное заведение, как именно будут проверять ребенка, как он должен выглядеть, какой, подобрать танец для какого ребенка, какая должна быть прическа. То есть это наш опыт, который был собран годами и включен именно в эти 5 шагов. Мы уверены, что он вам поможет приблизиться к своей мечте. Подробнее узнать, из чего состоит курс, задать свои вопросы и как приобрести его, можете писать в директ мне в Инстаграм. И вот у нас сегодня Соня, ей 6 лет, и вот как раз на ее примере мы покажем, как можно протестировать своего ребенка. Пожалуйста, передаю в руки. Да, для начала мы должны проверить, у нас два основных критерия, это растяжка и гибкость. Чтобы понять, насколько гибкий ребенок, нужно сделать упражнение колечко. Ложись на живот, выпрямляя ручки. А теперь смотри, ты поднимаешься, вот так вот отжимаешься, и головой стараешься достать до попы. Ручки поставь, как на отжимание. Знаешь, как отжимание делают? Вот так, да. И теперь прогибайся назад голову. Нет, пока не поднимаешься? Ну, вот так, максимально гибко. И плечи старайся назад убрать, максимально назад. Еще, 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 еще. Ручки поставь прямо. Ладошки смотрят прямо. И заворачиваем плечи назад. Еще, еще, еще. А теперь коленки сгибай, и старайся коленками сгибай, и старайся ножками достать до головы. И локти выпрямляй. Не можешь. Сколько можешь? Хорошо, все. Что-то можно сказать? Это какой тест? То есть для родителей? Это на гибкость. Да, ну вот что-то по нему. Да, можно сказать. Плечи не раскрываются, у нее достаточно спина сутулая, и плечи не раскрываются. Природной гибкости у ребенка нет. Вот, то есть это надо делать уже трудолюбием, только добиваться. То есть исходных данных как бы по гибкости у нас сложновато. Именно спины, да? Именно спина, спина, да. Теперь мы посмотрим на растяжку. Растяжка у нас в тазобедренных суставах. Это упражнение бабочка. Садишься. Спинку ровно, и коленками стараешься достать до пола. Да, а спинку держу ровно. Нет, спинку вот здесь чуть-чуть. Вот раз я запрямляю. Вот отсюда идет спина прямая. А бабочка хорошая. Да, вот так. Ты не зажимайся сколько можешь, но вот отсройся спинку. Коленками доставай до пола. Ты молодец. Вот тазобедренный сустав у нас развернут хорошо достаточно. Можно еще проверить упражнением лягушка. Давайте проверим. Садись на живот. Раз. И ножки назад убираешь. Вот так. Колени и попы на одной линии. Поп толкай вперед. На локоточке, да? Да, 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 на локте. Можешь на локте. Прямо вот так, смотри. Еще колени и попы на одной линии. Давай. Насколько можешь? Колени раздвигай. В разные стороны. Сонь. Так прям. Не бойся. Еще, еще, еще. Насколько можешь? Вот. Ну, смотри, попу еще вперед. По три. Еще попу вперед. Вот. И вот так. Насколько можешь? Вот это максимум, да? Сонь. Да? Угу. Хорошо. Вот здесь у нас ситуация похуже немножечко. Но в целом, мне кажется, она просто боится. Да. Ребенок, человек, ребенок, товарищ ребенок, первый раз. Она не была никогда. Она не была никогда. Так, следующее упражнение. Смотрим, насколько у нас растяжены подколенные сухожилия. Делаем складочку. И наклоняемся. Ручками стараемся как можно сильнее достать до пальчиков. Коленки у нас не сгибаются. Старайся спинку прямую держать. Выпрямляюсь. И вот так тянусь. Вот так. Угу. Еще, еще, еще. Насколько возможно. Давай до пальчиков достанешь? Угу. Подколенные у нас тоже не развиты. Но это на самом деле самое быстрое, что можно наработать. Это как раз-таки вот подколенные сухожилия. Это первое, что уходит у нас, когда мы садимся на растяжку. А можно сразу спрошу? А бывают детки, которые вот как Соня, она просто ничем не занималась. Ни гимнастикой, ни балетом. И вот приходят, и сразу у них прям хорошая мягкость. А есть, да, дети, которые просто вот так пополам складываются, и все. И в разные стороны причем. Это вот зависит от природных данных, которые у них есть. И еще вопрос про, как это называется, когда дисплазия, да, когда суставы слишком мягкие. Да, но это на самом деле не совсем плюс, потому что надо нарабатывать тогда мышечный корсет очень сильный. Когда дети гнутся сильно пополам, это тоже не совсем хорошо. Но для гимнастики, если есть такие данные, мышечный корсет, если тренер грамотно наработает, то из ребенка получится очень хорошая гимнастик. У нас еще очень важно в гимнастике это иметь координацию. Потому что чем старше дети становятся, у них появляются предметы. И мы работаем чаще всего с предметами. То есть без предмета работают дети там буквально 2-3 года. Да, и мы проводим тест, мы берем мячик и делаем элементарные упражнения с мячом. Смотрим, насколько быстро ребенок соображает и выполняет задание. И как быстро реагирует, насколько координирован у ребенка. Первое, что мы делаем, и самое простое, это отбивы. Отбивы мяча от пола. Одной ручкой берешь, отбиваешь, словила. Отбив и ловля в одну ручку пробуем. Молодец. Ловлю. Левый отбив, левый ловлю. Вот так, да. Сильнее. Хорошо. И следующее упражнение. Перекат по рукам. Кладешь к груди, выпрямляешь ручки и выкатываешь. Положила к груди, выпрямляешь ручки и выкатываешь на прямые ручки. Понимаешь? Давай. Раз. И выпрямляю. Вот, молодец. Мячик больше, чем у нее ручки. И еще разок. Раз. И выпрямляю. Выкатываю. Вот. Вот так вот, чуть-чуть пониже. Оп. Видишь? И сам выкатился. И раз. И еще разок. Хорошо. Ребенок достаточно координированный на самом деле. Единственное, что у нас проблемы есть с гибкостью, но это все нарабатывается. Ну, тем более у детей легче, насколько я уже снимала. Да, конечно. Гибкость и гибкость, да. Растяжка как бы может прийти в любом возрасте. Но чем раньше ты начинаешь заниматься, тем проще тебе будет и растянуться, и показать свою природную гибкость. Ну, то есть этих тестов достаточно? В принципе, Соню можно приводить в гимнастику? Да, можно попробовать, да. Если она захочет, если будет у нее желание, большое трудолюбие, то, в принципе, она может стать... Ну, вот самая главная задача тренера, во-первых, в любите ребенка, в спорт, в гимнастику. Потому что художественная гимнастика – это все-таки спорт. Тут большие достаточно нагрузки. Это интересно, но и сложно достаточно. Поэтому нужно понимать, на что... Ребенку нужно объяснять, почему она должна растягиваться, почему ей должно быть больно, почему она должна это терпеть. Это нужно обязательно объяснять, чтобы тренер объяснял. Иначе ребенок просто приходит к маме, говорит, что мне там больно, мне не нравится, я хочу домой. Ну, и последний вопрос. А как понять, что лучше вот не... Если никакое нет совпадения ни координации, ни гибкости, ни раскрытия тазобедренных суставов, то я лучше не мучаюсь, ребенка не отдавать вообще. Я думаю, что просто можно будет попробовать еще какие-то виды спорта. Возможно, у ребенка есть предположенность к плаванию, например, допустим, или к тому же самому балету. Если есть такая возможность, то зачем ребенка лишний раз мучить, да? И если у нее нет какого-то дикого такого желания, что она вот прям хочет стать олимпийской чемпионкой, то зачем ребенка мучить, если у нее есть предрасположенность к другому виду спорта? Соня, ну что, ты хочешь быть олимпийской чемпионкой? Я больше всего хочу быть актрисой. И сейчас мы проведем балетные тесты. Анастасия расскажет, как это сделать можно самостоятельно, дома, чтобы понять, способен ли ваш ребенок, есть ли у него способности предрасположенность к балету. Да. Мы сейчас просмотрим на Соне вообще основные показатели для хореографии. У нас есть три основных. В балете это форма, выворотность и подъем стопы. Также есть дополнительные, которые тоже важны, но не настолько, как три первых. Первое. Мы проверяем фигуру ребенка. Что нам важно? Чтобы это была тонкая косточка. У Соне, на самом деле, она достаточно тонкая. То есть и запястье мы можем посмотреть, и щиколотка достаточно тонкая, поэтому это уже хорошо. Длину ног, ножки желательно, чтобы были длинные. Длину ручек, чтобы они тоже были достаточно длинные. То есть утонченная фигура ребенка. Также мы, если, например, ребенок маленький, от трех до пяти лет, мы можем посмотреть, конечно, на родителей, на маму, папу. Чаще всего ребенок будет по форме похож на родителей. Если родители тонкокосные и стройные, есть шанс, что ребенок пойдет в них. Это первое, что важно. Дальше мы проверяем выворотность ребенка. Это очень важная составляющая, потому что все позиции и весь классический танец строятся на выворотных позициях, на выворотных ногах. Проверять мы будем лежа. Мы проверяем выворотность ребенка, выворотность тазобедренного сустава, насколько вообще ноги у нас открываются. Мы проводим тест длинной лягушки. Есть короткая лягушка, которая в основном показывает паховые мышцы ребенка. Они растяжимы. Вот растянуть их возможно. А вот проверить длинную лягушку, в данном случае ножки начинают подниматься, это как раз показывает состояние тазобедренного сустава. Это наше плие, которое в классическом танце на протяжении всех движений проверяется. В данном случае у Сони природной выворотности нет, потому что раскрывай потихонечку. Не напрягайся, расслабляй, наоборот. Не напрягайся. Да. И мы можем спросить у ребенка, где больно. Соня, показывай, где больно. Везде. Я могу достать. Вот где? Ну давай, покажи. Уже забыла, да, где больно. Ложись опять. Вот здесь больно или вот здесь? Подумай. Вот я сейчас нажимаю, подумай. Вот здесь. Вот если больно здесь, в паховых мышцах, это не так плохо, когда больно вот здесь. Если вот здесь начинают уже, ребенок говорит, что... Ну что, я перепутала. Давай. Где-то, давай. В стопах? Ну в стопах это может просто неудобно. Вот здесь не больно, Соня? Вот здесь мышцы тянутся. Ну вот если в данном случае... Вот и тут, и тут. И определить. Паховые мышцы, это растяжима, тазобетный сустав, конечно, это уже, да, растянуть, ну невозможно, это можно просто немножко адаптировать к хореографии. В данном случае выворотности природной нет, так как, да, колени мы видим, бывают дети, не занимались ничем, приходят ложатся в длинную лягушку, они просто колени лежат. Вот это природная выворотность, которая, ну просто сверху, свыше была дана ребенку. И сразу можно вопрос, то есть я так, ну сколько я, сколько я уже снимаю, что если нет природной выворотности, то тут уже нужно подумать о том, стоит ли в профессиональный балет отдавать ребенка или нет, потому что ему потом всю жизнь с этим работать, эту выворотность держать мышцами, закачивать, адаптировать, то есть уже намного себе усложняет. Выворотность это природный фактор, который очень сложно развиваем. Конечно, если до 6 лет мы еще можем немножко адаптировать наш тазобетный сустав, вертлужные впадины, мы можем немножко раскрыть и улучшить. Дальше это все только активными упражнениями, но в то же время, если вы занимаете хореографией, потом вы можете выбрать народный танец, вы можете потом выбрать современный танец, где идеальная выворотность для ребенка не нужна, она не так важна. Поэтому хореография, в принципе, дает возможность очень больших и дальнейших развития ребенка в разных областях искусства. Поэтому не ставьте крест, если нет выворотности. Дальше мы переходим и проверяем, Сонечка, садись, подъем стопы. Это третье, что нам очень важно. Кому ты садишь? Объясню, почему нам важен подъем стопы. Ну потому что, спинка ровная, потому что это классический танец, это танец на пуантах, если у ребенка не разу подъем стопы, он просто, да, девочка не сможет стоять на пуантах. И развиваться профессионально. Мы можем сначала попросить просто натянуть стопу, да, но если она до этого не занималась, конечно, в редких, вот даже больно, в редких случаях она будет у нее натянута. Потом мы можем сами эту ножку отставляем, и я просто, да, натягиваю. Где больно, Соня? Там, где было. На пальчиках. На пальчиках. Там, где вы давили, естественно. Ты сейчас сможешь немножко потерпеть? Давай, терпим. Да. В принципе, у Сони не могу сказать, что совсем тугая стопа. Вот под давлением моей руки, конечно, у нее пока не растянута, она не привыкла к боли, но под давлением моей руки стопа потихонечку начинает опускаться, вниз улучшаться. То есть, эта стопа разрабатываемая, то есть, она может разработаться и быть, тем более, в таком случае, как 6 лет, да, Соня? Она может у нас потом улучшиться. То есть, к 10-11 годам, когда нам нужно будет поступать, мы сможем это все улучшить. Это три основных фактора, которые мы проверили. Это выворотность, форма и подъем стопы. Также есть дополнительные, такие как... Соня, встаем. Также мы проверяем гибкость вперед, наклоняемся вперед, кладем ладошки на пол. Коленочки. Да, колени вытягиваем. Да, в данном случае, вот такая наша гибкость вперед, это правильно уже сказали, да, это задняя поверхность ноги, которая не растянута. Она не так сложно растягивается, но если она есть, это прекрасно. В данном случае это растянуть возможно. Встаем и гибкость назад. Проверяем, ручки поднимаем назад, держи пока, не падаем, не падаем. И наклоняемся, раз. Да, в плечевом поясе, и в плечевом поясе здесь большая закрытость, которую нужно просто раскрывать. И, во-первых, это улучшить, где? В пояснице. Ну да, потому что вся гибкость идет при наклоне, при неразработанном плечевом поясе, вся гибкость идет в поясничный отдел, что очень нехорошо, так как поясничка потом будет у ребенка болеть. То есть спинку нужно растянуть полностью, начиная от плечевого пояса и распределяя нагрузку на весь позвоночник. Сейчас мы проверим также прыжок. Прыжок, в принципе, разрабатывается. У девочек это не так критично, как у мальчиков. У мальчиков должен быть большой прыжок в хореографии, потому что вся мужская техника концентрирует в себе именно прыжки и баллон. У девочек это желательно, хороший прыжок, но все можно разработать. Пожалуйста, Сунь, прыгаем наверх, ножки вытянуты подряд, раз, еще, прям подряд, подряд, еще подряд. Хорошо, спасибо большое. В данном случае прыжок можно разработать, главное форму прыжка, привести в порядок, чтобы пятки касались пола, чтобы ноги были собраны. Но это все можно проработать. И последнее, что мы проверяем, это наша музыкальность, потому что хореография все-таки это искусство. И очень важно, чтобы ребенок не просто был физически развит, чтобы он мог танцевать под музыку. Я сейчас пропою мелодию, а ты, Сунь, постарайся ее, пожалуйста, прохлопать. Давай покажу как. Я пою пам-пам, рам-пам-пам, а ты хлопаешь. Рам-пам, рам-пам-пам. Попробуем? Ты готова? Давай, я напою сначала. Рам-пам, пам-пам-пам. Умничка. И еще одну мелодию. Пам-пам, па-пам, па-пам. Умница. Вот с музыкальностью у тебя все прекрасно, ты большая молодец, ты справилась. Хореография вообще может быть как таким улучшающим фактором ребенка, так же и ухудшающим его физическое здоровье, физические данные. Вот, например, у Сони мы заметили, что у нее есть вальгус, то есть давал стопы вовнутрь. Вот в данном случае, повернись, пожалуйста, спинка, это будет, наверное, более понятно. Да-да-да, поправим и заново скажем. Да. У Сони мы заметили, что есть вальгус. Как это видно? Ну, во-первых, когда она стоит в шестую позицию, у нее пятки врозь и между ногами дырка. Что мы должны сделать? Первое, следить, если это занимается ребенок хореографией, следить за тем, чтобы пятки были вместе и ножки были выстроены. Во-вторых, очень важно таких детей не подпускать сразу, да, их такого возраста к станку или давать какие-то сложные движения. Очень важно выстроить и укрепить все мышцы, которые способствуют формированию свода стопы, потому что все-таки здоровье ребенка, спасибо, Соня, это превыше всего. Поэтому хореография может помочь укрепить мышечный корсет и выстроить правильно ноги ребенка, чтобы он был здоров и дальше мог развиваться уже достаточно грамотно и правильно. Ну и такой резюмирующий вопрос, если родители понимают, что у ребенка такие средние, то есть нет особых выдающихся данных к балету, то стоит ли отдавать заниматься и нужно ли, допустим, родители мечтают, чтобы в будущем профессия стала у ребенка балетная, или все-таки лучше просто отдать для развития, для здоровья, но профессию уже другую выбирать? Знаете, ну вообще я рекомендую всем заниматься хореографией, особенно девочкам, потому что это эстетика, это определенное воспитание, это определенная вообще постановка ребенка, ощущение его в обществе. И очень часто родители, когда отдают ребенка, они еще в возрасте 4 года, они еще не знают, хотят они, чтобы это была профессия или нет. Ближе уже к 8-9 годам об этом говорить можно, когда мы видим, что ребенок развит хорошо, он стремится, он хочет, тогда мы можем говорить уже о профессии. Если это в раннем возрасте, то я всем рекомендую заниматься, это, ну это сразу, ребенок, который занимается хореографией, он сразу отличается в выгодную сторону от других детей. Это совершенно другая дисциплина, это другая осанка, это другое поведение, это музыкальность, которая помогает в дальнейшем даже, да, понимать вообще искусство и развиваться в нем. Спасибо большое, Соня, ты сегодня мужественно прошла все тесты, помогла нам очень показать, все, молодец. Спасибо, пожалуйста. Да, точно, актриса. Спасибо большое вам. Балериной, балетным артистам. Большой такой залог успеха на будущее это даст точно и для здоровья тоже, и для красоты, особенно девочкам. Поэтому хочу напомнить, что ссылки на Инну и Анастасию, на их центры школы указаны в описании под видео. Вы можете задать свои вопросы, может быть, что-то было не совсем понятно, или еще есть какие-то конкретные вопросы, связанные с физиологией. Напишите их обязательно, постараюсь потом, ну, во-первых, может быть, эти вопросы я направлю вам, постараемся ответить, или, может быть, что-то еще в будущем, да, с ними. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами, занимайтесь сами и отдавайте своих детей тоже на занятия. Всем пока-пока.